Сразу после взрыва в Карагандинской области и в других регионах Казахстана вспомнили об аналогичных трагедиях. Расследования по ним показывают, что причиной таких ЧП, часто смертельных, становится нарушение требований использования газовых баллонов и оборудования. Так, кто нарушает и кто за этим должен следить, выясняли мои коллеги. Максим из Уральска первый год зимует на даче. Его семье для приготовления еды приходится использовать газовый баллон. Пока разрешение на газификацию не дают. Мужчина боится источника повышенной опасности, но другого выхода нет. На месяц, наверное, газового баллона хватает одного. Так же заправляюсь, на заправку заправляют специально. А на улицу выносить, там тоже что-то советовали на улицу вынести. Именно такие газовые баллоны использовали в печально известном уральском кафе «Резык», где 4 января взрыв унес жизни троих молодых людей. Еще шесть человек получили сильнейшие ожоги. Двухэтажное здание разрушилось за секунды. Людей под завалами искали более 10 часов. Сейчас специалисты предполагают, что взорвались баллоны с пропаном. Официально регион газифицирован, но некоторые продолжают использовать такие емкости. Причем заправляют их, где придется. Чаще всего на автозаправках, причем на глаз. Специальных газонаполнительных станций в Уральске просто нет. 95% города обеспечено природным газом. Чаще всего баллоны используют те, кто постоянно живет в дачных массивах, на зимовках. На газоналивных станциях есть специальное оборудование, которым измеряют вес и давление, но на автозаправках такого нет. К слову, сами баллоны часто еще советские. Многим по 50 лет уже. А они все в ходу. В Костанай с начала зимы произошло 4 взрыва газобаллонного оборудования. Один из самых крупных 11 декабря на СТО. Трое погибли, 11 травмированы. Возбуждено уголовное дело. Оно пока на стадии расследования. Но специалисты склоняются к тому, что трагедии происходят при неправильной эксплуатации газобаллонного оборудования. Если сравнить это с миной, то мы не ошибемся. 1 литр газа равняется в эквивалентном соотношении к 5 килограммам тротила. А жители Северо-Казахстанской области потрясла трагедия в селе Смирнова. Там из-за взрыва газового баллона в двухэтажке погибла 12-летняя девочка. А ее 22-летний брат получил 60% ожогов тела. По данным ДЧС, за год в регионе произошло 11 пожаров из-за нарушения правил эксплуатации емкостей таким топливом. Хотя в законе о газе и газоснабжении четко прописано, использовать баллон из пропана в зданиях высотой выше двух этажей категорически запрещено. Запрещено заправлять бытовые газовые баллоны более 85%. Это сейчас наиболее актуально в зимний период. Почему? Потому что когда заносим газовый баллон из холода в тепло, газ имеет свойство расширяться, что может привести к деформации сосуда, то есть бытового газового баллона. Затем проверять плотность установки редуктора мыльным раствором. Ни в коем случае не проверять утечку газа открытым огнем, то есть с печкой, зажигалкой. Специалисты уверяют, что вопросом безопасности вплотную должны заниматься организации, которые реализуют бытовой газ в баллонах. Данные баллоны должны быть освидетельствованы, проверены. Их целостность должна быть проверена. Заправку газа необходимо проводить только на специализированных заправочных станциях. Для газа, то есть запрещено заправлять бытовые газовые баллоны на заправках, предназначенных для автомобилей. Но вот контролировать граждан, которые используют газбаллоны в многоквартирных домах, не представляется возможным, говорят чиновники. Сотрудники органов гражданской защиты проводят лишь профилактические мероприятия. Рассказывают о запрете эксплуатации и рекомендуют использовать электроплиты. Тем временем только на территории Петропавловска порядка 20 многоэтажных жилых домов отключены от центрального газоснабжения. А это значит, остается только надеяться, что за этими стенами никто не использует очередную смертоносную минус-пропаном. Анастасия Дранят, Татьяна Рудометова, Анна Рахманова, Astana Times.